Ну что ж, продолжается встреча в городе Саров. Питной бросок по воротам от Селякина. Сейчас команда хоккейного клуба Саров Инвест в плей-офф встречается с командой «Стартак» из города Городец. Это второй матч, напомню вам. Первый матч наша команда проиграла. И сегодня вторая встреча. В случае, если саровчане проигрывают и ее, то вылетают из чемпионата области. И борьбы за медали уже никакой не видно будет, соответственно. Если же команда выигрывает сегодня, то завтра хоккейсты едут на ответную встречу в... И третья шайба вот в начале второго периода после броска Артема Сулы. Сисрагин уже ничего не мог сделать. Отправляется в ворота. Так, если Саров Инвест сегодня выигрывает, то завтра отправляется в Городец на последнюю третью встречу. На том, что проиграется. И вот, двух побед. Шайба забросил Артем Сулы. И пока одна победа у Зарца уже есть. Неточная передача снова. Напомню, что по статистике второй период «Спартак» всегда выигрывает. Очередной бросок сейчас будет блокирован Васильевским Суровегиным. Выходит шайба за пределы зоны Саровчан. Первый на шайбе будет Вячеслав Шошин. Вот, сейчас будет брошено в зону. Не дает Саровчане пока выходить из зоны. Пусть чужой. Кристаков. Надин. Кристаков. Лафеев. Кристаков. Выигрывает борьбу Кристаков. Хорошая передача на пятачок. Парфенов там один абсолютно не боюсь. Нужно просто бросить. Есть момент для броска. Это Поляков бросал сейчас поворотом. Мимо шайбы прошла. Очередной наброс на ворота. И Кристаков пытался там подставить клюшку. Но шайба оказалась в ловушке у Михаила Сорокина. Опасный момент сейчас. Один в одного. Влетает в ворота. Тут есть команда из Спартака. Один бросок был в исполнении Владислава Шалаева. Немножко, мне кажется, подстали Хоккеиста Сорокинвеста. Одна передача. Очередной бросок. Снова не выводит шайбу. На передачу Ярослав Селякин. Опять шайба. Брошен в зону хоккейных людей Сорокинвеста. Борьба Совсем поменялась игра. Картинка первого периода совсем не сопоставима с картинкой второго. Пас на пятачок. И там уже опять добивание идет. Такой есть Городец? Не плохо такой. Может бросать поворотом. Всю борьбу практически выигрывает. Статистика говорит правду. Второй период. Городец выигрывает. Собственно, во втором периоде. Сейчас опять опасный момент. Чудом просто Алексей Суровидин сейчас спасает свои ворота. И контратак плюет Соровчане. Зазновен. Получается, отдать передачу. Уходит шайба с плюшки. Пожарить Соровчане сейчас в чужой зоне. Сува. Сува. Выбрасывается, Рафиан. Шайба с вашей зоны. Бросок по воротам. Шайба в угол. Лофеев. Удачный Христаков. Немного не точно. Пас не проходит. Хороший сейчас отбор шайбы в исполнении Владислава Шошина. Отдавал передачу на Пятачок. К сожалению, там никого не было абсолютно. Сейчас такая хорошая передача. Ход в зону. Шошина опять первый на шайбе. Нет, не помочь Владиславу. Да, и зажали сейчас с Соровчане. Немножко коробец. Видно, не точная передача. Хороший силовой прием. Христаков набросит поворотом. Удачный Селякина. Передача на синяя линия. Бросок по воротам. Подставлена клюшка, но никого нету на добивании. Бросок. Селякин по краю. Не удается ему прокинуть шайбу. В дни игры. Поздравляем команде Спартак Владислава Шалаева с рождением дочери. 13 минут до конца второго периода. 4-3 в пользу Соровчан. Чередой наброс. Можно, конечно, быстрее Соровчанам отправлять шайбу за пределы своей зоны. Поляков. Наброс на Калашникова. Ввиняет Андрей шайбу. Ходит за ворота. Нужно отдавать передачу. Что, собственно говоря, происходит. Но передача проходит не на игрока в зеленой форме, а Андрея Никитенко. Никитенко. Соровинка-то хорошая передача сейчас пытался выдать, но прошла она никуда. Никитенко пытался вылезть не вкачок. И один абсолютно опять Андрей Мокров Сейчас становится 4-4 Вот она статистика второго периода Шайбу забросил Андрей Мокров Да, может все закончится сегодня для хоккейного клуба Саров Инвест Можно, конечно, больше забивать саровчанам Можно пропускать поздно Хорошая передача на Клепнева И пятая шайба в воротах хоккейного клуба Спартак Очень быстро успевает саровчане отыграться Молодцы Очень нужный сейчас этот гол С передачи Игоря Поздова Номер 18 Шайбу забросил Сергей Клепнев Номер 52 Чуть-чуть сейчас не дается Сергею Клепнову перехватить эту передачу А так он был бы, наверное, один абсолютно Супередная передача Снова выходит Абсолютно один Артем Сула Избивает шлем с Алексея Суровегина Нельзя, нельзя саровчанам Оставлять его одного И вновь, между прочим, на долине У фоккейного клуба Спартак Оставляется За атаку вратаря На скамейку штрафников И пятером саровчане будут Ваша передача на синюю линию Нужно бросать Бросок поворотом Где шайба Шайба опять попадает в стекло После броска Очередная передача проходит И оставляет одного абсолютно Саровчане Сергея Грачева С шайбой Наброс на ворота Там один остается Алексей Мизи Невнимательно в обороне сегодня Играют саровчане Луков Вставление на Кликнева Кликнев Кликнев Передача на Кликова Хороший пас На пятачок Выдается саровчанам Добить шайбу После броска Кликов Команда передачу Некому Козда Кликнева Кликнева Чуть бы помягче Прием Удача на Козова Кликнева Кликнева Все у нас Входит шайба с крюка Выходит она за пределы Зоны соперника Кликнева 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 Бросок по воротам. Вновь Алексей Суровегин успевает среагировать на этот бросок. Опять зажали токсистов Сорок Инвеста в зоне. И теперь уже 2 минуты в составе токсистов Сорок Инвеста. В нешествея будут соровчане. И вновь второе звено. То, которое забивает больше всех. Убираться. Выбрасывать сразу же шайбу соровчане из своей зоны. Китинка. Какой-то средний зон отдает передачу. Но тут не играть. Ведь раньше Сергей Голдов нашел в зону. Калашников один. Ну и все-таки там. Катя, правда, перехватит шайбу. Вставает. Никитинка. Голубев. Бросок в ближний угол. Мокирует там все Алексей Суровегин. И выбрасывает шайбу в соровчане. Вновь это Китинка. Бросок по воротам. Вновь бросал сейчас Андрей Мокров. Суровегин был готов к таким событиям. Мокров. Очередной бросок. Никитинка оставляет одного на пятаке Владислава Шалаева. Но успевает Федосов поднять клюшку ему. Очередной бросок. Очередное добивание. Успевает Суровегин. Вновь успевает Суровегин спасти свою команду. Да, феноменальные такие-то броски. Феноменальная игра вратаря в хоккейном клубе Суров Инвест. Перехвачена передача. Сергей Клепнев. Выход один в одного. И шайба в воротах. Счет становится 6-4 в пользу хоккейного клуба Суров Инвест. Очень нужен сейчас гол. Молодец, Сергей Клепнев. Вновь прочитал то, что будет отдавать защитнике разыгрывающей. И это в меньшинстве. Суровчане забивают шайбу. Команда Суров Инвест играет в полном составе. Уже в пятером в Суровчане. Видной наброс. На воротах один из Суров Инвест. Нужно подзавелись, по-моему, наши игроки. Истаков. На Парфенова. Вновь сходит шайба с крюка по Вилгиславу. Суровчане. Вновь сходит шайба с крюка Суровчане. Суровчане. Передача. Не точно. Очередной бросок. Вновь бросок. И вновь Алексей Суровегин. Падение двумя частями просто... Не знаю, как ничего сказать, но... Суровегин играет сегодня просто прекрасно. Это не сила. Выигрывает борьбу Суровчане. Калашников. Печится по краю идут в обыгрыш. Хорошая передача. Бросок поворотом и шайба в дальней девятке. Ярослав Селякин сейчас становится автором заброшенной шайбы. Сейчас становится 7-4 в пользу хоккейного клуба «Сорокинвест». А хоккейный клуб «Спартак» меняет голкипера Михаила Сорокина на Андрея Симонова. Никитенко пытался через ближний угол пройти. Неплохая передача. Не игры будут в «Спартака». Бросок на шайбу в зону гостей сегодняшней встречи. Бросок на шайбу в зоне хоккейного клуба «Спартак». Чуть больше 5 минут остается до включения второго туре «Юда». Чуть больше 5 минут остается до включения второго туре «Юда». Да, если бы не игра Алексея Суровегина, никто и не знает, как бы складывался матч дальше. Хороший был сейчас момент у Руслана Зазнобина. Все, уже убрал бракаря. Ну, прям в последний момент, по-моему, сошла шайба с трюка. У Руслана Зазнобина. У Руслана Зазнобина. «Юда». Так, в последнюю зону. «Юзнев». Передача на «Поздова». Идет в обыгрыш. Хороший момент. Бросок поворотом. Еще бросок. Ну, подается «Спартаку» отбиться от такой массы набросов на ворота. Андрей Семенов, видимо, прям в самую гучу событий вошел. Что ж он? Пойдем на краю. Дается сохранить Валиславу Шовшеншайбу за собой. Удаление будет в составе хоккейного клуба «Саров Инвест». Поставляется Михаил Малафеев на скамейку за подножку. У меня, честно говоря, там не было ничего такого. Орбитры у нас сегодня. Успел упать. Насколько. Сильные. Сильные. Баталии сейчас творятся на площадке. Естественно, драться нужно выиграть для того, чтобы проходить следующий раунд. Саровчане пока не сдаются. Напомню вам, что если «Саров Инвест» сегодня выигрывает, то завтра им придется ехать в городице. Натрягает, напрягает Шовшен, несмотря на то, что команда играет вчетвером. И Шайбу летает за пределы хоккейной площадки. Выигрывает «Саровчане» вбрасывание. Фидосов сильно в борт. Андрей Калашников один. Ну, вот так вот молодцы, саровчане заработали вбрасывание в чужой зоне, находясь вчетвером. Много вбрасывания, конечно, проигрывают саровчане. Нельзя не заметить. Очередная передача на Андрея Макрова. Снова пас был адресован наверняка на Макрова, но не проходит передача. Просок поворотом. Пятый полевой уже у Саровчан. Передача на Малафеева. Выход 3 в 1. Не отдает передачу Малафеев. Хотя отличный выход был. Слякин. Бросок поворотом. Реагирует Андрей Семенов на этот бросок. Выводит «Спартак» шайбы своей зоны. Голубев. Вставление на Непетенко. Макров. Разворачивается, бросает поворотом. На месте. Чτη-катечная передача на Федосова. Ну и бросок. Ползав сильный сбор. Размобим первый на шайве, ставление на Кыпнева. Побувается принять шайбу. Последняя минута второго периода Минута остается до Конца второго периода Тоже Настолкожность провести последнюю атаку Наверное в этом периоде у Саровчан Липно идет в обыгрыш Окупается в Смелине Но это все равно Собо сохраняет Матвеев Брос в зону Брос в зону И второй период завершен Матвеев Продолжение следует...